Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем привет! Дорогие мои, сегодня я начинаю делать масочку, которую я буду делать подряд три дня. Она агрессивная, поэтому не 10 дней, а три. Посмотрела я наличика на свое и наличика своего сынули и решила всерьез заняться. То есть это такая сильная чистка будет перед Новым годом для того, чтобы очистить от грязи, очистить от акне и, конечно же, от всяких воспалений. Для тех, кто спешит, сразу скажу ингредиенты и до свидания. А для тех, кто хочет научиться правильно готовить эту маску, а самое главное, понимать каждый ингредиент, потому что когда вы будете это все понимать, для чего и как, тогда вы сможете и другим рекомендовать. Тогда вы сможете и объяснить, вот можно или не можно, а человек уже решит себе, надо ему это или не надо. Ведь лучше, чем вы сами, никто, ни один не знает ваш организм. И потом вам никто не скажет, ой, да вы мне вот сказали, я сделала. А вот, а когда вы объясните за каждый ингредиент, то тогда совсем другое дело. Человек знает, что ему нужно, что ему не нужно. Итак, смотрите, берем чайную ложку меда, туда добавляем две предварительно водички, вот так вот я это делаю, таблеточки аспирина, водички, буквально пару капель теплой воды. Все, больше не надо. Вот так вот мне нужно растворить, правильно или неправильно. Давайте растворим, старайтесь железными приспособлениями не пользоваться. У меня вот такая чудесная есть вещь. Вот, и видите, я капнула несколько капель воды, и уже мой аспиринчик превратился в кашицу. Невероятно эффективная маска, невероятно эффективная. Так, вот. Но, может быть, не всем подходит. Сразу предупреждаю. Поскольку у меня мама врач-дерматолог, она про кожу знает все. Вернее, знала все. В прошлом году она ушла из жизни. И, конечно же, все, которые масочки я делаю, это все маски были обговорены с нею. Уж к ней-то за советом толпы ходили. Толпы она избавляла от всякой нечисти. Личики просто были фарфоровые. Кстати, у моей мамы на восьмом десятке, 80 лет, шикарная личика была. Царство и небесное. Никогда никаких прыщей, никаких акне, никаких сосудов. Знаете, сеточка сосудов у людей часто встречается. Нет, ничего этого не было. Так, теперь посмотрите, что у нас получилось. Какая кашица. Видите, она такая аж светлая. Дальше добавьте пару капель масла органы. Если нет масла органы, любое другое масло, в котором содержится много витамина Е. Поскольку я добавляю органы масла, то мне сейчас несколько капель. 4-5 капель. Сейчас вот они, это новенькое. Мне Инночка благословила меня. Есть у меня ангелочек один, который присылает такие вещи, которые у нас не растут. Масла органы у нас не делают. Вот, смотрите. Раз. Смотрите. Два. Дальше. Три. И. Четыре. Великолепно. Больше мне не нужно. А для чего я добавляю именно это? Потом расскажу. Дополнительно витамин Е я не добавляю, как обычно. Так, вот это масло череды. Если у вас нет череды, можете добавить календулы. Если у вас нету календулы, ну я не знаю, что-то подберите. Масло виноградных косточек или оливковое масло. Плеяду масел можете придумать себе сами. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Хватит. Череда. Прекрасное средство антисептик. И посмотрите концентрированный сок лайма. Но вы можете добавить тоже несколько капель буквально. А вы можете добавить сок лимона. Несколько капель. Четыре, пять капель. Или можете вылить вот так вот чуть-чуть. Сейчас я сюда. Раз, два, три, четыре. Все. Четыре капли. Отлично. Сейчас я объясню, почему это, а не другое я добавляю. Потому что, зная подробно все свойства той маски, что мы сейчас делаем, вот, вы сможете даже быть прекрасным косметологом. Потому что это маска. Маска-сказка. Вы можете сделать ее погуще. Чтобы сделать погуще, нужно добавить перемолотый в порошок хлопья овсянки. Будет замечательно. Но я не буду. Мне нужно мазать. Как бы, знаете, я буду промакивать тампончиками. Или если у вас нету таких ватных дисков, тампончиков, вы можете использовать пальчики свои. Ну, бывает, у людей рядышком ничего нет. Можете пальчиками. Можете ХБ-тряпочки какие-то себе приготовить. В общем, кто чем. Кто-то делает маску. У меня есть маска еще ХБ. Иногда промакивает и накладывает. Но я нет. Я потому что делать массирующими движениями буду. И буду как скрабировать, типа. А как только подсыхает масочка, я снова буду наносить. Ну, все, наша маска готова. Кто спешит, убегает. Кто действительно хочет остаться, чтобы понять, получить мудрость, научить других и быть профессионалом именно в этой маске, остается со мной. Почему я использую аспирин? Я сейчас вам расскажу. Пока буду накладывать, буду рассказывать. Вот так, чтобы не рекламировать, да, чтобы не говорили, что вы рекламируете. Вообще аспирин или ацетиловая кислота, я накладываю, сразу рассказываю. Это популярнейшее, самое популярное в мире лекарственное средство. Уже давным-давно в Германии, в 1890-х, скажем так, в Германии, компания есть знаменитая. Я не буду ее называть, потому что вы сразу узнаете и скажете, ой, это, наверное, реклама. В общем, очень знаменитая компания. Она первообладатель была именно в Германии. Название аспирин в мире. И вопреки распространенному мнению о химической природе препарата, именно я говорю о немецком аспирине. Девочки, кто в Германии, присмотритесь. Там компания, вы все ее знаете, начинается на Б. Вот именно она производит из натурального сырья. Представляете, источником кислот для таблеток от жара и от воспаления является кора ивовых деревьев. Ивушка. Почему я рекомендую часто делать напитки из коры ивушки? Да потому что там огромное количество ацетилки, и она просто разжижает кровь. Я часто об этом рассказываю. Видите, кто спешил, кому 5 минут и убежал, тот об этом не узнал. А кто остался на канале Кэтрин Докс, тот об этом узнает. Итак, дорогие мои, поэтому берем кору ивовых деревьев и обязательно, но не зимой ее нужно собирать. Ее нужно собирать где-то в конце лета, начало осени. Тогда мы заготавливаем кору, тогда мы заготавливаем, в ней уже все важное нужно, нужное для нас есть. Тогда и корешки, кстати, осенью заготавливаются. А весной травки. Травки, молодые листочки, это весной. Итак, мы не будем рассказывать про производство, как его делают, мы особенности воздействия будем объяснять. В косметологии маска для лица из аспирина, она используется очень часто. Вот это средство, оно является рецептом и домашнего, и не только. Ее добавляют в тоники, в лосьоны противовоспалительные, если вы почитаете, такие дорогие фирмы, я не буду опять перечислять эти фирмы, люкс косметики, обязательно в своих люксовых составах противовоспалительных имеют салициловую кислоту. А теперь, внимание, что же происходит? Почему уходит воспаление? Это цель донести до вас. Вот это действующее вещество, оно снижает активность главного компонента воспалительного процесса, гиалуронидазы. Слышали такую? Гиалуронидаза. И ограничивает выработку АТФ, которые подпитывают энергетическую базу воспаления. Дополнительно уменьшает проницаемость сосудов и капилляров. И в результате чего снижается проходимость крови к очагу воспаления. Вот поэтому аспирин так хорошо действует на кожу. Поэтому я ее использую именно, ну это вот с научной точки зрения я объяснила, и использую в качестве быстрого средства для уменьшения выраженности воспаления. Впереди вот-вот Новый год. И применять ее следует, если у вас прыщи, очаги воспаления на коже лица и тела начались. Если, может быть, угревая сыпь, или вы заметили закупоренность пор, или сосудики воспаленные. Вот, но нужно знать, что у каждого своя кожа и эффект может быть разный. А для омолаживания, подтягивания морщинок, для того, чтобы их не было, разглаживания морщинок, я использую вот эти следующие ингредиенты. Ну и вот еще хочу дополнить, что вот я сейчас наношу, постоянно промакиваю и делаю такие скрабирующие движения. Как бы очищаю. Сначала нанесла слегка ватным диском, потом убрала, а теперь пальчиками как бы массирую, массирую лицо, прям вбиваю, вбиваю этот омолаживающий состав поры и тут же скрабирую. Вот такое у меня два в одном, уникальная маска. Теперь объясню, как пользоваться этой маской, если у вас черные точки. Использовать скраб для лица из аспирина, просто аспирин и водичка. Чуть-чуть можно усилить, опять-таки, лимонным соком или соком лайма. Если нет, возьмите яблочный уксус. Но ни в коем случае не искусственный. И если нужно получить быстрый эффект перед важной встречей, да, когда на салонную очистку кожи времени просто нет. Да, она и не нужна, честно говоря, иначе вы потом устанете ходить туда. Средство не борется с комедонами, но от черных точек избавляет. Происходит посредством как раз вот этой химической реакции, при которой кислота воздействует на окислившуюся темную часть комедона. Ту самую черную точку на носу или подбородке. И растворяет ее. Сразу после чистки вы заметите результат. Черные точки становятся меньше выражены, местами исчезают полностью. Но уже через некоторое время могут появиться, если вы постоянно не следите за своим лицом. И если вы одноразово ее только сделали, а не курсом в 3-4, а то и 5 дней. Итак, я использовала, почему масло органы? Масло органы – это уникальное масло, конечно, но и для волос, и для лица, и для тела. Но концентрация витамина Е в этом масле особенно высока. А вы знаете, что витамин Е – это как раз витамин молодости. А также тут есть полиненасыщенные жирные кислоты омега-9 и омега-6. И они способствуют улучшению функционального состояния кожи. А также витамин Е – это ну вообще мощно, мощно влияет. Во-первых, делают меньше сосудики вот эти кровеносные, восстанавливает их. Это природный антиоксидант, принимает участие в формировании не только иммунитета, если вовнутрь употреблять, но и на восстановление внешнего эпидермиса кожи. И еще в органовом масле присутствуют каротиноиды. Я рассказывала, что они как воздействуют на кожу. Рано заживляющее, противовоспалительное, антиоксидантное действие. А в дуэте с чередой, с маслом череды, это вообще быстро впитывается в кожу, не оставляет на коже вот этого ощущения липкости, жирного блеска. И масло органы, оно обладает широким, вообще таким широчайшим, я бы сказала, спектром косметического действия. Он смягчает, оно смягчает, питает, освежает, увлажняет, особенно вот в этом дуэте. Предохраняет от высыхания, шелушения. Особенно хорошо, у кого сухая кожа. Восстанавливает липидный баланс кожи. У кого увядающая кожа, ну будем говорить, девочкам 21+, прекрасно восстанавливает. Я добавляю еще и в шампуни, и в гели для душа обязательно по несколько капель вот этого изумительного маслечка органы. Девочки, возьмите на заметку и делайте из простых шампуней, делайте шампуни люкс. Добавляйте туда несколько капель масла органы. И восстанавливает, конечно же, липидный вот этот баланс. И на коже головы будете восстанавливать. И у кого морщинки появились на лице, добавляйте даже в кремы. Будет эластичная, упругая кожа. Ускоряет процесс естественной регенерации кожи. Активизирует процессы эпителизации и грануляции поврежденной кожи. То есть восстановление. Восстанавливает где-то какой-то порезик, где-то еще что-то. Это просто высший пилотаж, а не масло. Всегда в своем арсенале имейте, если это возможно. У нас не делают, я еще раз повторяю. Но, слава Богу, ангелочки мне вот прислали вот такое маслечко. Летом отлично это масло от солнечных ожогов. А, ну я имею в виду от ультрафиолета также. А зимой от обморожения тоже замечательно в крем добавлять. Ну а теперь самое главное, почему это маслечко я сейчас выбрала, а не другое. Потому что это универсальное масло. Оно подходит для всех типов кожи. Почему я выбрала череды? Потому что от аллергии, от высыпаний, от поражений кожи. Череда, масло череды. И добавляю лимон или лимон-лайм сок, потому что здесь огромная концентрация витамина С, чтобы не было морщин на лице. Вот такая вот шикарная маска у меня сейчас. Маску, вот пока я с вами разговариваю, 17-15 минут. Вот это я все время ее втираю. Я вбиваю. Я массирую. Вот так вот у меня время идет приятно с вами. Обычно то я под чашечку кофе или под какую-нибудь масочку. Кстати, у кого пигментные пятна, пожалуйста, вот эта масочка, то, что надо. Это изумительная маска. Что бы я не рекомендовала никогда делать, а то, что не рекомендовала мне моя мамочка, врач-дерматолог. Никогда мне мама не рекомендовала делать химический пилинг в косметическом кабинете. Никогда. Именно это провоцирует появлению пигментных пятен, которые очевидны. Очевидны, когда вам за 40 и за 50 сразу видно людей, которые часто посещали салоны. У них вообще этих пигментных пятен огромное количество. Ну и, конечно же, те женщины, которые не следили за собой. Но ничего страшного, кожа имеет такую вот способность восстанавливаться. Знаете, как печенка. Печень может восстанавливаться. Вот почки нет. А печень, да. Но Господь Бог все может. И, конечно же, в молитве все восстанавливается. Абсолютно. Вот есть такое чудодейственное средство. Господь Бог. Я не знаю, на каких уровнях. Нам умом не понять. Но это даже у Бога надо просить. Господи, дай мне красоту. Для того, чтобы представлять Твое министерство здесь на земле. И радовать людей своим внешним видом. И вы знаете, я стала замечать, что действительно я радую людей. Радую. Потому что вчера с Ирочкой, она была свидетелем тому, были в церкви, подбежала, знаете, женщина. И с радостью того, что я хорошо выгляжу, у нее сразу такая улыбка. Она мне говорит. Ой, у вас такое личико. Так приятно вас видеть. Вы так хорошо выглядите. Я говорю, Боже, спасибо вам большое. Дай Бог вам благословений Божьих. И вы прекрасны. И вы прекрасны. И она такая, знаете, в этой улыбке, она точно, ну вот как будто ангелочек мне их посылает. Ну это, конечно же, моя знакомая. Но она вылила просто, знаете, так, вылила добро. Она ободрила меня так, что... Ну мне аж летать захотелось. Вот когда душу так ободряют. А что? А что женщине надо? А что женщине надо? Доброе слово надо. Слово «люблю» надо. Улыбку и ободрение. И все. И уже все болезни у женского пола уходят. Все восстанавливается мгновение. Вот так вот жизнь идет. Вот так вот Бог создал нас. Мы особенно чувствительны к этому. Хотелось бы обратиться к мальчишкам. Итак, оставайтесь на канале Кэтрин Докс. Будьте со мной. И вы много чего интересного еще узнаете. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.